Несложная задача. Нарисовали прямоугольный треугольник. На его катетах взяли по одной точке и опустили из этих точек перпендикулярно на гипотену. Сейчас нарисую катет, но надо сразу, знаете, понятно. У нас есть большой прямоугольный треугольник, он фиксирует, его нельзя не найти. А положение этих двух точек, наоборот, менять нужно. Так вот, сделали так. Опустили перпендикулярно, соединили отрезком, опустили перпендикулярно. Пусть здесь, скажем, точка В, здесь точка У, здесь точка Х, а здесь точка Д. Требуется найти, при каких положениях точек Х в точке У, как расположить эти две точки, минимально сумма расстояния по У, У в Х и Х. Повторяю, данный прямоугольник, как расположить на его катетах две точки, чтобы сумма длиной точки, чтобы сумма длиной П, У, У, Х и Х, У была бы ныне раньше две точки, точка Х. Отсказка. Отразив гипотенузу относительно Катетов, получите две новые точки. Ну что, давайте я отражу гипотенузу относительно Катетову. Что это будет тогда? Отлично, нужно пририсовать треугольник вот сюда, и нужно такой, какой же рисовать вниз. Давайте рассмотрим, как на самом деле рисуется вот сюда. Так, ясно, что нужно делать, но очень дешево, просто толщик тоже слишком большой размер. Вот так вот, отразив гипотенузу относительно Катетову, вот сюда, и сюда. И, фактически, я рисовал ромку, и рисовал. Теперь, смотрите, раньше речь шла о том, что есть керпетитуляр сюда, вот какой-то отрезок, и керпетитуляр сюда. Теперь, вот этот вот отрезок можно нарисовать сюда симметрично, и, соответственно, я могу сказать, что у меня вот эту точку симметрично проецировали сюда. И вот этот отрезок, соответственно, вот сюда. Замечательно. Теперь возникает, смотрите, какой вопрос. Нужно, чтобы стало минимально возможным, вот такая рема. Сейчас, вот эти два отражения, и задача стала намного понятнее. Почему? А потому что между вот этими двумя параллельными прямыми, разумеется, есть расстояние. То есть есть какой-то отрезок, который перпендикулярен этим самым сторонам, ну и, соответственно, параллельно вот этим вот отреточкам. Если я иду так, 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 то, конечно, путь длиннее, чем если я все время иду по прямой. И, ребята, получается, что у этой задачи бесконечно много ответов. А именно надо выбрать точку x и точку y у меня была. Точка x и точка y надо выбирать так, чтобы эта прямая была бы перпендикулярна. Только внимание, смотрите, почему это перпендикулярно. Чтобы она была перпендикулярна вот этой прямой. Так, давайте я отмечу, значит, двумя другами я отмечаю вот это, вот это. Соответственно, одной тушке я отмечаю вот это. Так вот, ситуация, видите, очень простая. Надо, чтобы отрезок x и y, это называют антипараллельным, то есть располагался вот таким углом категории, которым вот там располагается гипотянутие. Отрезок x и y антипараллельным гипотянутием. То есть вот этот угол такой, как там, ну и соответственно, этот угол такой, как здесь. Все. Заметьте, две оси выяси вверху, задача будет шла.